Здравствуйте! Мы продолжаем нашу серию роликов по цифровой обработке сигналов, и сейчас у нас пришло время поговорить о представлении сигнала в частотной области. В предыдущих роликах мы рассматривали в основном временное представление сигнала, то есть зависимость значения сигнала от момента времени. Частотное представление – это зависимость измеряемых параметров сигнала от частоты. Вы спросите, как это возможно, ведь частота является одним из измеряемых параметров сигнала. Для простых периодических сигналов это справедливо, но мы будем рассматривать более общий случай. Проведем аналогию с временным представлением. Мы можем отразить значение сигнала, непрерывного или дискретного, на временной оси. И у большинства сигналов мы можем также описать зависимость энергии от частоты. И подобное частотное представление именуется спектром сигнала. Как и сигнал во временной области, спектр может быть непрерывным или дискретным, конечным или периодическим. Давайте рассмотрим пример, который наглядно поможет понять, что же это такое, зависимость уровня сигнала от частоты. Audio Equalizer – это устройство, позволяющее усиливать или ослаблять аудиосигнал в определенных полосах частот. Усиление сигнала в области низких частот добавит басов в проигрываемом треке. Усиление в области высоких частот сделает высокие звуки громче и добавит обертона. Рассмотрим этот пример в MATLAB. Загрузим в рабочее пространство музыкальный файл и прослушаем его командой SOUND. Так он звучит в оригинале. Теперь откроем Signal Analyzer и оценим сигнал во временной и частотной областях. Напоминаю, для отражения спектра нам на вкладке Display надо выбрать кнопку Spectrum. Я рекомендую делать копию сигнала для наглядного сравнения. Изменение претерпит именно копия. Мы пропустим ее через фильтр верхних частот, кнопка High Pass на вкладке Analyzer. Мы подавим все частоты ниже 1 кГц и тут же наблюдаем изменение сигнала во временной и частотной областях. Но нам интересно услышать результат. Для этого экспортируем значение копии сигнала в рабочее пространство и снова выполним команду SOUND. Басов нет, мы слышим только средние и высокие частоты. Музыкальный сигнал, который мы анализировали и обрабатывали, является сложным сигналом. В предыдущих роликах мы говорили, что сложные сигналы можно представить с суммой простых сигналов. По факту это и лежит в основе частотного представления сигнала. Синусоиды с разными частотами, помноженные на весовые коэффициенты, при сложении могут дать нам сложный сигнал. Но помимо амплитуд этих синусоид, на форму суммы также влияет фаза каждой из составляющих. Если мы немного сдвинем сигналы относительно друг друга по временной оси, результат сложения будет заметно отличаться. Поэтому мы говорим, что весовые коэффициенты должны учитывать как изменение амплитуды, так и изменение фазы. Убедимся в этом на знакомом примере формирования прямоугольного сигнала из нескольких синусоид. Отличие этого скрипта от того, что мы рассматривали ранее, вектор начальных фаз для каждого из слагаемых. В начале, когда все начальные фазы равны нулю, мы наблюдаем результат, близкий по форме к прямоугольному сигналу. Но если мы укажем не нулевые начальные фазы для наших синусоид, при этом не поменяв амплитуды, то форма их суммы меняется кардинально. Мы убедились, что информация о фазе важна не менее, чем информация об амплитуде элементарного сигнала. В предыдущих роликах мы говорили об эквивалентном представлении сигнала набором весовых коэффициентов. Давайте применим это к частотному представлению. Каждая точка на частотной оси соответствует синусоиде со своей амплитудой и фазой, поэтому каждый коэффициент должен содержать в себе две величины. Для подобного представления весьма удобно пользоваться комплексными числами. Модуль коэффициента будет описывать амплитуду синусоиды, а аргумент – начальную фазу. В нашем случае в формулах переменной x и y соответствует положению точки на комплексной плоскости в декартовых координатах, а формула вычисления модуля и аргумента – переводу из декартовых в полярные координаты. Давайте рассмотрим комплексную плоскость. Точкой на комплексной плоскости мы можем отразить значение комплексной величины. По горизонтальной оси откладывается значение действительной части, а по вертикальной – мнимой. Когда мы переходим в полярные координаты, то значение комплексной величины описывается вектором, откладываемым из начала координат до точки на плоскости. Длина вектора – это модуль или амплитуда комплексного числа, а угол поворота φ – отсчитываемый от горизонтальной оси, аргумент или фаза. Из курса тригонометрии мы можем вспомнить формулу Эйлера, связывающую функции синуса и косинуса с комплексной экспонентой. Косинус – это проекция комплексной экспоненты, или вращение вектора против часовой стрелки на комплексной плоскости, на действительную ось, а синус – проекция на мнимую ось. Причем скорость вращения вектора определяет частоту синусоида, длина вектора – амплитуду, а начальный угол – начальную фазу. Если мы рассмотрим сумму синусоид как сумму вращающихся векторов на комплексной плоскости, то проекция фигуры вращения, описываемой суммой, на одну из осей даст нам похожую картину. Мы опять наблюдаем формирование прямоугольного сигнала. В сети вы можете найти примеры формирования пилообразного сигнала. Это достигается за счет изменения фазы и частот слагаемых, что в свою очередь приводит к изменению фигуры вращения. Комплексные числа – это математическая абстракция, помогающая нам описывать некоторые явления физического мира более простой математикой. Но в реальном мире мы оперируем действительными сигналами, у них нет мнимой части. Рассмотрим математическое описание действительной синусоиды и разложим его по формуле Эйлера. Мы видим два слагаемых с зеркальными начальными фазами и частотами. Если мы рассмотрим эти слагаемые на частотной оси, то мы увидим две гармоники с одинаковыми амплитудами, одинаковыми по значению, но разными по знаку начальными фазами, и находящиеся по разные стороны от начала координат. Это спектр действительной синусоиды. Он содержит информацию о фазе и частоте гармоник на выбранных частотах. Но если нас не интересует информация о фазе, а важно только оценить распределение энергии сигнала в зависимости от частоты, то можно рассмотреть амплитудный спектр, то есть модуль полного спектра. Он будет вещественным. Но что же это за отрицательная частота, на которой мы наблюдаем гармонику? Отрицательная начальная фаза для синусоидов вполне понятна, но как мы можем представить отрицательную частоту? Отрицательная частота не имеет физического смысла, как, например, отрицательная амплитуда или фаза, но имеет математический смысл на комплексной плоскости. Вращение вектора по часовой стрелке соответствует отрицательному при вращении угла, то есть отрицательной частоте. Сумма двух векторов одинаковой амплитуды, вращающихся в противоположных направлениях с одинаковой скоростью, будет всегда лежать на действительной оси. При условии, конечно, что их начальные фазы равны по модулю и отличаются знаком, то есть вращающиеся вектора всегда зеркальны относительно действительной оси. Подобным образом мы представляем вещественную синусоиду суммой двух комплексных, вдвое меньшей амплитуды, что полностью соответствует формуле Эйлера. Спектр любого вещественного сигнала, состоящего из большого количества синусоид, всегда будет симметричен относительно нулевой частоты. Итак, мы поняли, что представление сигналов в частотной области связано с разложением сложных сигналов на простые составляющие, с учетом их амплитуд и фаз. Но какой же математический аппарат помогает нам с задачей декомпозиции? Об этом мы узнаем в следующем ролике. Оставайтесь на канале. Субтитры создавал DimaTorzok